В чем суть связки Тинни Висп, любимой Na'Vi, то, что действительно ее не надо банить полностью, ее можно забанить частично, и это уже хорошо работает. Ну вот, залетает в нас Doom. Залетает Doom, есть Профет и есть Аппарат. Хороший пик. Реально хороший пик. Да, ну и у Na'Vi, посмотри, сколько армора получается. Уже один герой кидает арморку, второй герой добавляет армора. И тут уже очень плотные получаются любые персонажи, которые будут в пике у Na'Vi, тут убивать только magic damage, а там купить какую-то пайпу, и уже очень много брони получается. Ну, я сейчас тут где-то батерилизировался уже арен, это его любимое слово. Пайпу, пайпу, они собрали пайпу, пайпу. Я его полгода пытался переучить, я говорю, арен не пайпу, а пайп. Ну нельзя говорить пайпу, это как-то странно. Ну да, это неправильно. И он такой, ладно, ладно, хорошо, это на эпицентре еще было, на первом. Он такой, все, я понял, пайпу не буду говорить, садится комментировать. И они собирают пайпу, я, блин, думаю, арен, ну какую пайпу? Именно тут. Ну переучить сложно. Роджер будет играть на Чене, и против него тут же Вивера забирает ребят из Канады Эпайр. Да, ну вот то, что мы обсуждали сегодня, что у Роджера очень хорошо получается. Играй на Enchantress, и на Чене, и бисмастер, пожалуйста. Очень хорошо все. Это один из самых-самых крутых и хороших героев для Вити. Да. Это реально один из его любимейших героев. Интересно, что шейкеры не в бан и не в пик улетают в этой игре. Вообще обошлись без таких более стандартных героев, но только вот лишь лич появляется. Ну, Na'Vi тут решили тоже так серьезно, видимо, взяться за пуш, не только у Team Empire. Ну, ты знаешь, тут такой пик, который даже толком не пуш, то есть, ну, это хороший. Ну, если пойдут пушить, то там есть чем пушить. Пассивка, есть всякие там орлы летающие, вижен дающие. Чен со своими суммонами очень-очень все неплохо. И для Na'Vi, и для Team Empire. Интересная будет игра. Да, на самом деле мне уже нравятся распики одной и второй команды. Да, вот тут же плюс получается, аппарат набрасывает ультимейт, и Чен в какой-то момент ультануть не сможет, так как бы этого хотелось. Ну да. Пользы столько он уже приносить не будет, если правильно и вовремя это все будет использоваться. И в бан уходит Лина. Боятся, что Дэнди будет на Лине разбавляться. Я бы не боялся здесь Лины. Мне кажется, Лина здесь не так вписывается, как бы хотелось. И Na'Vi вряд ли бы ее брали. Да, в последнее время у Na'Vi как-то вот с Линой игры не задаются. Однозначно есть проблема. Ну, Алхимик. Алхимик в бан от Na'Vi. И забирают сразу Queen of Pain. Только хотел сказать о том, что есть возможность взять Queen of Pain. Но парни особо не раздумывают, все уже решили. Это Queen of Pain вполне себе такой в стиле Na'Vi пик. Да. Мне нравится пока пик Na'Vi. Мне действительно нравится пик Na'Vi. Да, и самое главное, что Алхимика убрали вот этого самого противного героя, который против Na'Vi очень неплохо заходит в некоторых матчах. Его здесь нет. Что и, в принципе, было проблемой для Na'Vi. Супергадкий герой. И всегда не хочется против него играть. И это пак. Ну, пак-па-па. Суперклассика. Нас ждет в Миде. Дэнди Фэн. Что еще надо? Гостик на Фурионе. Еще более классические для него герои. Чапи на Вивере. Генерал на Бесмастер. Роджер на Чейн. Ну, собственно, все на тех героях. Все на своих героях? Да, да, да. И это очень круто. У всех своих героев. В общем, это будет очень интересно посмотреть, кто теперь лучше исполнит. Интересно, интересно узнать. Да, да. Матч на самом деле будет равным. Я думаю, никто не будет спорить в том, что эти команды на данный момент равны. Что нет такого, что там, да, и Empire на голову сильнее, либо Na'Vi на голову сильнее. То есть абсолютный 50-50. Ну, единственное, да нет. Единственное, что Na'Vi сегодня сыграли уже три карты Empire 2, хотя это тоже такое натянутое. Вряд ли что-то решается. Да, да, да. Тут все ровно, и команды друг друга стоят. И, напомним, победитель выходит в гранд-финал, проигравший упадет в финал лузеров, завтра будет финал лузерови, гранд-финал. Best of 3 формат гранд-финала. Здесь они Best of 5, например, как на квалах к Dota Pit'у, либо к Major'у. Здесь Best of 3, но и Best of 3 хватает для уясни. Итого. Кто же круче? Na'Vi's Radiant, Sunnake'a на Liche, Crystallize'е на Sven'е, Dendy'е на Queen of Pain, Роджер на Чене и Генерал на Бестмастере. Team Empire, конечно же, тоже все очень интересно. Это Мипошка на Doom'е, Гостик играет на Фурионе, Ванскор, Ancient Operation, FN Пак и Чапи на Вивере. Сразу варды проставили. И отступает Ванскор, Генерал. Очень агрессивно шел Генерал. Я думаю, должен понимать, Генерал, что где-то там был поставлен Вард. Учитывая его стиль игры на Бестмастере, он, думаю, понимает, что там был заблочен спаун заодно. И будет Vision. Посмотрим, раздевардит ли Na'Vi это. Роджер здесь. И вот надо подумать, где бы поставить Сентрик. Да, есть один Сентрик. Ну, конечно, можно подождать. Можно подождать. Пропустить кем. Я думаю, абсолютно логично. Если отсюда выбегал, то, скорее всего, здесь именно стоит где-то Вард. Может быть, не угадаю. Либо хайграунд, либо вот эта ситуация возле Шрайна. К примеру, Пенек. Развлекает тут Пенек. Второй пришел, развлекает. Можно пытаться подфармить, конечно, его. Да, он бегает быстро. Пороба догони. Не догонишь. Не догонишь. Уходит Пенек. И в Буреон. Что тут? Отдает. Отдает Пенька. Не-не-не-не. Все нормально. Отличку по Гостику. Хорошо. Гостик сейчас еще украдет руну. Гостик. Да вряд ли там есть стан. Ну, все нормально. Тут забирает руну и умирает сразу. Получает стан. И дальше никто не убежит. У Санейка просел-то очень неплохо. Идет Сангусик сразу. Использовать стелкрипа. И Пеньки. Уводит крипов. Ну, вот так вот придется с ними как-то бороться. Дэнди пропускает одного крипа вперед. Ну, и вот на дуэль. Дэнди против Фэна. Фэн сразу приносит себе фласочку. Дэнди пытается по возможности пару тычек по Фэну дать. И Фэн также отвечает. Прокушали по Тангусику. Ну, в общем, все стандартно. И тут на генерала выход. И пытаются неплохо проследить генерала. Но Ванскора, к сожалению, здесь особо никаких возможностей подблочить. Подстанет не было. Проел дерево и обошел генерал. Неплохо получил урон. Осталось два Тангустика. Это тоже неплохо. Так, а вот и Роджер. Роджер есть роль. Можно пытаться какую-нибудь сетку накинуть. Призвал скелетов. И Ванскор отступает. Не хочет он здесь никак драться. Подходит Мипошка. Мипошка, к сожалению, не может на первый скил. Перезарядки. И Дэнди! А как так? Фэн, а куда же Фэн? Таки Дэнди много здоровья. Как так получилось? Фэн что-то очень далеко, видимо, загулял. Тут прям... Ой, ну это вообще... Ну это вообще неожиданный Форсблат, если честно. Вот где-где, но под Т1 Тауэром Дэнди на Фэн и Форсблат. Это прям вот супер, наверное, неожиданность. Очень агрессивно. Очень агрессивно действовал, похоже, что Фэн. Видимо, да. Видимо, немножко перебыковал и был за это наказан. Так, генерал продолжает здесь подфармливать. Ну а Роджер, мы видим, нашел Совуха себе. Ну и останется, наверное, здесь все. Но Мипошка хочет добить этого Совуха. Конечно, конечно. Это просто его основная цель бегать и кушать крипов Чена. Ну вот, если поставить где-то там в уголочке Совуха и вкастовать, вот так как сейчас сделает Роджер, то будут проблемы. Так, Гостик улетел. Улетел за Курьером. Хорошая работа. Прекрасно играет Гостик. Он прекрасно знает, как надо действовать. Он ни один раз, ни два, ни десять это делал. И делал очень хорошо. Мипошка с Роджером. Ну, ПВП с землей такое себе. Убежит. Так, есть Пенитенс. Тут же Дэнди. И Дэнди. Второй крат для Дэнди? И Пошка ошибается. Да, нельзя, нельзя так нагло. Хорошо. Неплохо начинает Na'Vi. Уверенно отвечают на каждую тут вот атаку небольшую, на какие-то выходы. Есть два убийства. Пока все хорошо для Na'Vi. Да, да. Тем Эмпайр агрессивничают, за что уже поплатились дважды. Ну, и единственный плюс, конечно, это то, что Гостик забрал Курьера. Это хорошие денежки. За счет этого мы видим Эмпайр впереди, например, по Нетворцу сейчас. Совсем чуть-чуть, да. Но учитывая, что там хороший Крепстату Кристаллайза. Вот там Курьер уходил без каких-либо итемов. Ну, это денежка. Это денежка. Да, это денежка. Но просто Дэнди ничего не потерял с этого, по сути. Да, как раз на бутылочку накопит. Наваливает по FN. С мясами особо не везет FN. Но получал так очень серьезно здесь. Да, хотелось бы Дэндику сейчас запрыгнуть за тавер. Нажать, крим забрать. Но у FN есть очень много возможностей уйти. Роджера можно забрать. Хороший прохит. И тычка по Роджеру. Минус Роджер. Генерал. А Генерал-то может сейчас поплатиться то, что сейчас вот так вот пытается агрессивно очень действовать. Чапи. Ну, к сожалению, у Чапи пока не так много урона. Да, про Мэншилд имеется. Сворм был брошен до этого, поэтому добить тут не вышло. Ну, окей. Дэнди вновь. FN очень агрессивно работает против Дэнди. У Дэнди очень мало ХП. Классное противостояние в миде. Конечно, гоняют друг друга ребята очень серьезно. Ну, и Дэнди может сейчас подбайчивать на FN. Это понятно. Так вот, это FN. Дэнди отпрыгивает. Ух ты ж, ёл-моё. Татарбы, Дэнди. 7 ХП осталось у Дэнди. Вот это да. Вот это жесть, конечно. Дэнди здесь неправильно сделал. Ну, на самом деле, может, он действительно на себя вытягивал FN. Если бы FN прыгнул, ну, если бы он прыгнул, то он бы добил, наверное, Дэнди. Хотя там был бы и скрим от Дэнди Мона. Правда, скрим у него первого левела, и, наверное, FN бы это не добило. В общем, идут у нас очень серьезные такие мансы-шмансы сейчас. Вот тут големчик подключается. Там големчиком неплохо Роджер управляет. Тем временем Мепошка вновь пытался найти, посмотреть, что там у FN за крип. Возможно, какой-нибудь есть, но, к сожалению, ничего не находит. И отступает дальше. Хотя, смотрим, подтягивается в центр карты. И генерал 1 в 2. Ну, генерала стоит здесь. И Вижен, и есть также еще и кабанчик. Много информации, да и, в принципе, не получится. Не как с ним тут подраться. Все он контролирует. Кристалл из фармит. Все у него в порядке. Делает птшку и нагрела выход. Здесь жучки, и есть сформ. Ну, дальше, к сожалению, вот нечем, нечем цеплять. Френ думал прилететь, но отменил в последнем моменте репорт. Роджер. Вновь Мепошка здесь мешает, Мепошка. Съел. Съел голема, получается, там, в ответку. Ну и разошлись. Дэнди продолжает фармить в центре, отбиваться от Эфена. Но Эфен очень сильно наседает. Эфен немножечко выигрывает. Хотя, на самом деле, 24-10, 25-10-25, все ровно. А вот так вот, там в Эфене все-таки залетит. Очень больно. Ультимейт Эфен на еще один удар. Эфен юзает стик. Эфен до конца. И тут вовремя Мепошка Дэнди. Дэнди делает фраг и выживает. Каким-то чудом там дотикал даггер. Вау. Тут же Гостик будет пытаться убить Эфен. Он без блинка должен погибать. Никто ему тут не поможет. Еще покричал Дэнди. Гостик, конечно, мстит за своего мидера. Ой-ой-ой. Как же круто тут все начинается в миде. Микро-моменты, конечно, очень крутые. Но стоит отметить, что Эфен 2-0 против Эфена имеет сейчас счет. Да, но и Дэнди уже один раз уходил у нас на подхил. Там были проблемы с Эфеном. И, к сожалению, сейчас отправился в таверну. Роджер с Ванскором дерется. Мепошка приходит к Роджеру. Ну и у Роджера тут шансов очень мало остается. Но ты знаешь, зато у Ванскора тоже их мало. Сатир, конечно, сделает минус. Сейчас главное попасть. Роджер там должен умирать. Сатир не сделал минус. И Роджер погибает. Вот так вот. Там буристики прожатые. В общем-то, ситуация для Нави немножечко меняется. И как-то все сложнее. Там и Дэнди страдает. Да и у Роджера пока не получается особо никак нигде помочь. Есть у него Санейка. Ну, ты знаешь, тут проблемы могут быть у Эфена. Очень серьезно Дэнди защищает. У него есть и все есть. Он спокойно уходит. Без тапка Эфен, поэтому очень быстро залетать на хэйграунд и что-то там убивать он не может. Поэтому надо там издалека, скажем так, нападать. Ну, он уже залетал на хэйграунд. Да, уже хватит. Оценил эти возможности. Больше так не поступает. У Эфену очень больно, очень неприятно. Ну и надо регениться, надо отбегать. Но Дэнди без ультимейта об этом прекрасно знает. Генерал должен быть минус. Очередной выход на генерала. Да, есть стан и минус от Гостика. Хороши имперцы, хороши. Вовремя делают, все правильно делают. Ну вот, кого мы в игре пока не видели, фэн делал кристаллайзер. Он фармит. Гостик. Он не гостик из НТФН. Ну, мисс прошел. Дэнди знает, что шифта там нет, но прыгать, конечно, за Эфеном не будет ни в коем случае. У Дэнди тоже тапок имеется, но тоже он в резервном слоте. Ну, Дэнди потихонечку отхиливается. Да, Дэнди очень быстро еще и менеджит свой бэкпак. Он перекладывает быстро-быстро эти факты. Как только бутылка у него опустела, он моментально ее в резервный слот. Параллельно добивая крипов. Ну, микро на уровне. То, что надо в таком матче, конечно же, против такого соперника, как и фэн. Тут каждая, каждая абсолютно маленькая мелочь работает. Кристаллайзер все по-прежнему хорошо. Ему особо никто не мешает. Получает он всех крипов. Пока линию контролирует. Пытается подпушить немного, как появляется возможность. Ну, и это, конечно, все неплохо. Ладно, падение на Фэна. Дэнди вновь пытается забрать Фэна, а Фэн умирает. Это минус Дэнди. Получает стана. Отгостик сюда не прилетело. Это, наверное, неправильно. Тоже Самейка засловил. Хасту заберет Дэнди. А, кстати, побить мне пушку. А, побить мне пушку на развороте. Вот там земля. Там очень много хепаригена. Просто прогнать его и пушки. Слушай, Дэнди пока доминирует свою линию. И уже 3-0 у него против Фэна. И полторы тысячи разницы. Это уже очень много. И Вейл скоро будет, посмотри. Да. Давно я не помню, что Бростик-то к линию проигрывал. Но вот сейчас, конечно, Дэнди дает жару о го-го. Видели мы сегодня от него уже одну игру. Когда он прям царил, божил и творил то, что должен творить, в принципе. То, на что постоянно рассчитывают фанаты команды Na'Vi. Ну и сейчас, пока Дэнди выдает отличный матч. Да, очень хорошая игра от Дэнди на Queen of Pain. Не забываем, что вот все это время у нас фармит еще также у команды Na'Vi Свен на боте. Да, у Свена больше денег даже, чем у Дэнди. Несмотря на то, что фрагов у него нет, товаров нет. Он чисто на фарме обходит Дэндимона. Ну и отрыв у него от Вивера уже тоже на 1200. Два основных героя команды Na'Vi, конечно, в данном моменте имеют очень-очень много денег. Дэнди в погоне за Гостиком. Есть коста, но так далеко не пойдет. Вездесущий этот Дэнди. Вейл, кстати, летит уже к нему. Дэнди в спину заходит. На хосте, на топе там тем временем разборка. Прыгает на FNF and Dead Silence. Но Дэнди тут бежит. На топе тем временем Гостик минус генерал. Да, и нужно забирать генерала. Ну и у Роджера будут проблемы. Еще Роджера можно забрать. Здесь на нейк есть. Должен должен быть минус. Минус, четыре героя. Шансов нет. Да. Очередной минус. Чапи зарабатывает его себе. Хорошие переключения на топ-линию делают имперцы. Они понимают, что в миде там FN уже не поможешь. Пусть выбирается сам. И в миде Дэнди там не поймать. Хороший левел. Да еще и будешь нападать, пара человек умрет. А вот на топе это то, что надо. Генерал сюда прилетает, но тавр уже упал. Да, есть первый тавр. Хорошо справляются пока парни из империи. Ну и слушайте, барабаны уже имеются у Гостика. Гостик будет опасным. Даже очень опасным. Ну нужно что-то с Дэнди делать. Там Дэнди продолжает. Три левела преимущества. Свен забирает дабл дамаж. Ой-ой-ой, я усталаюсь. Развели, ну и все. И тут Дэнди может прыгать. Дэнди будет прыгать, перехватывать FN. Дэнди должен прыгать, перехватывать FN. И это четвертый фраг сейчас будет на FN. Да, вот он четвертый фраг. Мипошка, мипошка. А еще с дабл дамажем. Там же с дабл дамажем Дэнди бросает Вэйл Дэнди. Будет блин к погоне через три секунды. Может не стоит Дэнди так глубоко бежать? Вот Дэнди есть тики. Вот Дэнди есть тики. Можно пытаться прыгать. Он знает, что там нет фака. Нет, нет, слишком далеко. Да. К сожалению, никого не видно на топе. Если бы был какой-нибудь Вардик, возможно возле Шрайна. Ух ты ж, какие жесткие драки. А Дэнди в первую очередь. Да, но Дэнди... Ну вот, все хорошо у Нави-то. Да, умирает Генерал, но... Ой, сейчас будет больно. Сейчас будет больно. Пак может ловить Генерала. Генерал после ультимейта. Тут же Чапит, тут же Пластик. Минус один точно. Роджер тоже должен погибать. Потому что никуда ему тут не уйти. На нем висит сворм. Очень больно Роджеру. Да, у Роджера нет скорости. Он просто не может убежать. Пытается как-то подраться, какой-то урон внести. Но это бесполезно. Не-не-не. Имперцы просто так ничего сдавать здесь не будут. Даже Тавр они не отдают. На каждый выпад и фраг Дэнди. На каждый мув Дэнди они отвечают даблкилом на топе. Подпушивают линию. Ну и вот Пак, который проседал очень сильно по экспириенсу, отправляется на топ. Поднимает практически здесь два уровня. Уже он девятый. Только что был 10 на 7. Преимущество в три левела было у Дэнди. Но мы видим, оно уменьшилось немножечко. Потому что поучаствовал ФН в фрагах на топе. И это очень хорошо. Видимо, большая ставка идет на Дэнди и на как раз Свена. Насколько хорошо получится реализовать корр персонажей. Ну, ты знаешь, если бы на топе не наглеили, просто, ну, тупо не наглеили остальные игроки Нави, мне кажется, на них мы не смогли столько заработать. И было бы мне все великолепно. А вот тут Кристалл Айст, смотри. Да, и споты есть. Все хорошо. Есть Момчик, очень быстро фармит он эти споты. Там еще и Кристалморка. Суши Сабли на подходе. Да, тут очень хорошо все у двух персонажей. Свен превосходно себя чувствует. Да, Чапи делает киллы, там какие-то подпуши получаются. И вот он смог ганг. Попытка подловить вновь кого-то из команды Нави. Но никого здесь нет. Это самый главный, наверное, минус. Для Империи. Мипошка с Думом. Очень хочется этот самый Дум кому-то в лицо бросить. Поставили вард вместе с Ванскором. Ну, найдут Роджера, и Роджера можно убить. Не видели. Не видели Роджеру. Они догадываются, потому что бегает за доминированный крип. Да. ФН. Так вот в атаку. ФН. Чейп фрост. ФН. А почему бы и нет ФН? А это... Почему так ошибается ФН? В очередной раз. Зачем он юзнул shift? Да, в очередной раз ФН вот так вот просто нажимает shift. В спину Санейка сделал тп-аут. Роджера здесь похоронили, хотя есть подхил еще от Роджера. Дум кристаллайза. Ультимейт кристаллайза, но не точно. Кристаллайз сам забегает просто в Ice Blast. Кристаллайз должен здесь погибать. Дэнди вряд ли сможет ответить, хотя... Хотя... Ну, кристаллайз расшибся. Да не получится там. Расшиблись. Нет, Дэнди может ванскора забрать. Может забрать ванскор. Ванскор, да, может забирать. У меня нет маны. Получает даггер. Смотрим на Дэнди. Дэнди покричал. Ну, мало дэмэджа у Дэнди, на самом деле. Реально мало. Санейка за тавр. Генерал максимальный дэмэдж пытается выдать. Дэнди все это время пилит ванскора. Дэнди, Дэнди только сейчас добивает ванскора. Нужно продолжать. У Дэнди есть аркан руна. Ультимейт по мипошке. Мало урона. Мало урона залетает в мипошку. И мипошка просто спокойно себе уходит. Имперцы выигрывают этот файт. Да, причем позаходили за товара. Там вообще в диспозициях были каких-то диких. Но вот кристаллайз зашел под думом. Кто-то в драку. Хороший ультимейт от аппарата. Кулдфит. И разбираются пока очень неплохо. Тим Эмпайр. На выход Чапи с мипошкой вместе. Пытаются найти кого-то здесь. Здесь только Санейка на личе. Мипошка, Чапи. Встретили. И минус Санейка. Санейка погибает. Кристаллайз. Следующий. Есть танк. Тут же Дэнди есть. Есть ультимейт от аппарата. Ванскор. Ванскор отступает. Дэнди просто разошлись. Ну, слушай, как-то в ГДС никуда потратили. Мне кажется, надо было продолжать пилить мипошку. Может быть, и убили. Да, там просто подходит аппарат. Влетает ультимейт от аппарата. И, возможно, кто-то еще подтянется. В принципе, да, вард стоит, но не все проходы видны. Ну, побоялись. Правильно, наверное, и сделали. Зачем добра добра искать? Все пока хорошо у коров. И два кора там были. Кто-то бы встрял из них. Да, они уже не раз повелись. Так, на драку возле Рошпита. Где вот поумирали. Больше так поступать не хочется. Так, первая книга у генерала. ФН на топе бьет Роджера. Тут же Гостик и Роджер минус. Хорошо, хорошо. А вот эта ситуация повторяется из раза в раз. На топе Гостик прилетает. ФН подцепляет. И что-то нужно с этим делать. Возможно, ходить всей командой. Ну, или не по одному. Пусть Кристаллайз с Дэнди формят. Вот эта вот тройка вместе передвигаются. Так, Кристаллайз с Сабля есть. Блинк Даггер будет следующим. БКБ потом. Первая Некра понемножку на вторые фармит у нас Бистмастер. Ну и Дэнди 6700 Нетворса. По чуть-чуть подтягивается БАК. По чуть-чуть подтягивается Вивер к Дэнди. Дэнди перестал бегать по всей карте, убивать и выфармливать. Ну вот смотри, в очередной раз Дэнди над пуш стягивается. Это к тому, что он забирает себе пеньков. Пеньки это деньги, это опыт. На пеньках он уже сегодня нафармил один раз Роджер. Может опять умереть под тавером? Нет помощи никакой. Чапик, к сожалению, забыл один. А так, возможно, забрать Роджера. Было бы даже очень неплохо. Теряю там големчика. Роджер забрал свою тележку. Ну и что-то на бой происходит, а генерал... Они знают, что он здесь. Они знают, что он здесь. Пытаются сделать тэп-аут и... Успевает. Да. Близок, близок был ми-пошка, чтобы сбить. И сетка есть, и дум есть, но... Снова улетает, улетает. Генерал как раз сработал хорошо. Да, для генерала сейчас каждая минутка важна. Потому что чем быстрее будет третий некра, тем лучше. Все-таки третий некра не забываем. Классно работает против вивера. Ну а здесь Гостик. Очередные танцы. Второй кургер для Гостика. И почему не делает тэп-аут? А почему он не делал тэп-аут? А вот не сделал тэп-аут. И все, его словили теперь. Ну ульт, ульт от генерала будет. Тэп-аут, есть рор, и погибает Гостик. Ну, блин. Да, нужно было просто улететь, банальная ошибка. А может, кулдаун был, может быть, кулдаун был. Хотя вряд ли был кулдаун. Ну ладно. Там тэп-шечку возможно. КД был на простой телепорт, на встроенный телепорт, на все телепорты был кулдаун. Ну, курьер важно, все равно, как ни крути, второй курьер щелкнут. Там еще что-то внутри было, так что... Да, деньги заработаны, возможно, что-то было внутри. Так что это все очень даже хорошо. Очень агрессивные гонды стоят в команде. Надо кристаллайз через ультимейт убивать. Кристаллайз и просто минус. Успеет ли станд хотя бы какой-то бросить кристаллайз? Нет, ничего он не успеет бросить. Мипошку засловили. Пак здесь же. Чапи врывается. Пытается убить Санека. Дэнди прибежал. Получает дум Дэнди. Ой, проблема сейчас огромная у Дэнди. Надо Дэнди как-то мансить отсюда, не в ту сторону он убегает. Это минус Санека, это минус Дэнди также. Слушай, это минус 3. Это минус 3 должно быть. Дэнди, что ты его на базу ученый успеет, он отрегениться. Да, Дэнди должен отрегениться на Фонтане, но минус 3 в любом случае. Ванскор на ЛУХП остается. Ванскор выживает. И 8 на 16. Империя переигрывает Нави в два раза. И пауза у нас. Да, очень быстрый темп игры. Да, нереально быстрый темп игры. 16 фрагов сделали Имперцы за 18 минут. 17-я минута, но при этом столько уже всего произошло. Ну, разница там меньше 1000 голды сейчас. Да, Тавр сейчас упадет, чуть-чуть прыгнет этот график. Преимущество будет чуть-чуть повыше. Но в то же время Тавра падают. Все-все в пользу Империи. Да, пока все в пользу Империи. У Генерала вообще ничего не получается сделать в этой игре. Постоянно ловят, ловят Роджера. Ну и сейчас очень хорошо работают. Империя против Нави. У Роджера шансов особых нет. Как-то выйти, подстанет, что-либо сделать. Вместе постоянно передвигаются. Плюс гости прилетает. Ну, пока контроль карты явно за командой Team Empire. И забирают еще один Тавр. Кстати, никто не добил. Вроде бы все там замахивались. Но по итогу Тавр никому не достался. Ну что ж, Чаппи допушивает. И можно уже выходить там в центр, забирать Т1. Можно продолжать этот пуш. ФН. Отпушивает аккуратно через Арбум. Дальше никуда не идет. Но Генерал видит, что у Чаппи здесь особо помощи нет. Есть также Дэнди. Генерал плюс Дэнди, возможно, нападут. Ну, Генералу очень нужен блинк. Пока нет блинка, понятное дело, очень сложно инициировать. А есть блинк, простите. Напал, есть Руор. Дэнди. Вот так, вот так. И ультимейт. Ультимейт. Ультимейт, да, есть ультимейт. И забирают. Хорошо. До конца Дэнди ждал с этим ультимейтом. Не понимал, хватит, не хватит. Дэмэджа хватит, не хватит. Но дэмэджа хватило. Я думал, что Генерал начал грейдить Некра перед тем, как взять блинк. Поэтому сказал, что... Но Тайгер нужен. Тут такой темп игры, что нужно использовать каждую возможность. Ой-ой-ой, какой ел. Там практически, ну, Генерал, да, Генерал, скорее всего, здесь погибает. Но могло быть намного хуже. Могли еще там и Дэнди зацепить. Так, Кристалайз вместе с Роджером и Санейк разбираются с Рошаном. Дэнди подходит. И об этом пока не догадываются парни из Эмпайя. У Апаришина нет ульта, у Пака нет ульта, у Думы нет ульта. Поэтому сюда врываться нет смысла вообще никакого. Вот Пак рядом, но ничего не может сделать. И Аэгис достается команде Нави. Хорошо. Кристалайз забирает Аэгис. 14-й уровень у него есть. Можно подпармить немного, пока есть время. Ну, и теперь дождаться нужно Генерала. Вместе с Генералом как-то действовать. Ну, куда-то внизу, там еще Крипы подпушивают. Неплохо отрабатывает Профет. Пастян кому-нибудь из Нави. Нужно смещаться на нижнюю линию. Ну, в этот раз это будет Дэнди. Вот вновь Дэнди забирает пеньков. Отпушивает. И вот таким образом Дэнди себе очень быстро может вынести какие-то еще дополнительные итемы. Да, ну что же, тут мы видим Дума. Дум на нижнюю линию побежал. Кстати, Солар Крест уже имеется. И это очень-очень-очень круто. Линка на подходе у Дэндимона. Ну, а тут вторая Енекра скоро будет у Генерала. Но в связке Дэнди с Генералом сейчас работает очень хорошо. Они могут убивать. Есть варр. Скоро закончится. Дэнди приедет на ванн скоро. И сейчас это бейт. Это бейт. Это бейт. Это бейт. Сейчас будет Дум. Вот он Дум. И тут же ультимейта Паришна. Прыгает Генерал. Надо помогать как-то Дэнди. Дэнди будут лево ловить. Гостик пытается ловить Дэнди. Далековато отсюда Дэндимон уже. Генерал в итоге умер. А Мепошка-то выживает? Да. Ну, Дэнди, конечно, выжил. Мепошка тоже выжила. Генерал разменялся в ванн скоро. Это так себе для нави. Да. Очередная неуточная драка. Но Тавр забрали. Дэнди выжил. Дум выбили. То есть, в принципе, можно найти... Я не понял. А ну можно Enter нажать? А где... Чапи. Прогоняет Дэнди. А где умер Эфэн? Че у меня... Это вот... А кто его убил? Во время файта. Там что-то случилось. Где он? Кристаллайз. Кристаллайз его убил. Ладно, зарубили где-то Эфэна. Да, вот они забрали Эфэна и пошли пушить. Я пропустил в момент, да, пока мы смотрели замес. Так, Кристаллайз. Пошел армор. Закрыли. Хорошо, там Эггис, в принципе, можно. Можно тут отдать Кристаллайзу, но потом потратся. Ну, Эггис отдавать надо далеко. Эггис надо отдавать не так близко к базе соперника. Пошел Чейнфроз. Потратили ультимейт на Кристаллайзу. По-прежнему живой. Разорвал. Ульт теряет Эггис. Команда уже рядом. Команда уже рядом. Надо уходить Империи. Надо уходить Империи. Ульт аппарата, конечно, полетит по Кристаллайзу. Но одного Кристаллайзу этого будет мало. ФН подставляется. ФН. ФН это будет минус. Скорее всего, успеет ли отсюда уйти ФН. ФН. С ТПшли Кристаллайза. ФН ушел. Дэнди здесь. Дэнди здесь. Дэнди здесь. Очень далеко. Роджер тоже рядом. Чапи тоже. Дэнди в сайленсе. Роджер тоже в сайленсе. Пытается уйти. Роджер. Будет ли хоть что-то? Нет. От Роджера ничего не будет. Роджер должен погибнуть. Дэнди в очередном сайленсе. Поднимает себя в Еул. Дэнди успеет ли блинкануться отсюда. Дэнди делает отсюда подальше. Ииии... Кристаллайз на ФН! ФН! А ты увернулся. И выживает. И выходит. ФН. Мобильные герои команды Empire. Какие б***ь! Не подраться. Да. Это всего лишь размен на Aegis+, чем на Аппарата. Да, это очень хороший размен для Империи. Пак, конечно, раза четыре был прям при смерти. Ой-ой-ой, Витя. Витя, конечно, все видит. Но, Витя, ты же не бессмертный. Да, я понимаю, что ты бесстрашный. У него есть даггер, там можно блинка. Ну, мой чат Чапи уже рядом. И все, не будет блинка. И Чапи цепляется в генерала. Солар крест, Гостик здесь же, Сайленс и минус. Ну, наглеет генерал. Вообще ни за что сейчас умер. В очередной раз. Да. И в очередной раз он так поступает, подставляется. И уже Дум догоняет по фарму. Один из лучших героев генерала. Мы не один раз об этом говорили. Здесь Санейка. И это еще один минус. Кристаллайз на ФНа. Нужна помощь. Нужна помощь. Что помощь здесь есть. Здесь Роджер. Хорошо. Разменялись. Вот ФНа забрали. Это неплохой размен. Отдать Санейка. Забрать ФНа. Это хороший вариант. Да, ФН, кстати, в этой игре что-то, блин, умер уже слишком много раз. Непривычно. Поначалу задалось как-то не особо. Ну да. 6-7 счет. Так, Гостик. Видит его Дэнди. Прыгает. Не туда. Не туда. Не угадал. Ночь. Не было видно. Ну, пофармит пенечки. И Энштаб поворотит кристаллайз. Нехорошие варды стоят у команды Тим Эмпайр. Да. 12-21 у нас счет в пользу Эмпайр. Ну, по денежке все очень-очень ровно. Просто посмотрите. 37-260, 37-210. 50 голды разницы. 50 голды разницы на 24-й минуте. Да. При всем этом замесе, при этих постоянных фрагах, разменах, товарах, рошанах и так далее. Ой, это очень весело. БКБ. Появляется у кристаллайза. Теперь сложнее с ним будет справиться. Тут Гостик очень вредит. Сайленс залетает, накидывает. И под этим сайленсом можно и Дэнди забирать. У Дэнди по-прежнему нет линки. Но у Дэнди еул и будет линка, и тогда его вообще не взять. И какой-то байт сейчас будет от команды Na'Vi. Санейка. Имперцы разберелись. Так, Фэн, сайленс на кристаллайза. Дэнди прыгнул. Есть еул. Ну и теперь главное успеть все сделать правильно. Фэн спрятался, успеете куда-то линковаться. Кристаллайз ждет. Прыжок будет ли в правильную сторону от Дэнди. Вот он в правильную сторону, конечно, прыжок. Но все, Фэна уже не поймать. Фэна уже не поймать. Фэн уже далеко отсюда. И забирает мипошку. Хорошо. В центре Роджер подловил вместе с генералом. Это хорошо. Ну, ты знаешь, когда идут атаки по двум разных частям карты, очень тяжело сообразить. Чапит там. Чайник танкует. Нажимается тиммейт. Чапит упорно пытается пушить. Правильно делает. Правильно делает. Ну, бежать сейчас куда-то вот с кристаллайзом, с этим некроме драться. Это такая себе идея. Ну, это два тавар нави, наверное, все-таки заберут. Фэн, крипскиппит. Это единственное, что он может сейчас сделать. Да, все правильно делает. Посмотри на этот зоопарк лютый. А ворочий быстро упадет. Бомб прожимает кристаллайз. Ну, если бы некра были вызваны где-то сейчас, я думаю, они бы и на Т3 пошли. Но некра уже закончились, поэтому... Да, вряд ли бы пошли. Там, судяки, скоро появится. Чего? Этот зоопарк загнать на хайграунд? Дать им просто-напросто немножечко... Дать им пофармить? То есть побьют, да. Ну, или дать соперник пофармить. Ну, да. Разве что так. Ну, посмотрим, что будет дальше. В принципе, то нави еще стоит забрать на топе Таврок. Не забываем, что есть возможность еще там эйгис какой-то схватить. И на шрани собираются нави. Роджер. Нашел волка. Чапи нужно пушить бот. Здесь урса падает. Тут неплохо сейчас. Роджер идет подфармить Чапи. Чапи доволен. Уже в который раз пытается Чапи зацепить вот эти... Вот этих криповый, вы фармить их мешает Роджеру. Пытаются пока отпушить свои линии Team Empire. Немножко сняли вижены сейчас. Игроки нави. Очень мало информации по карте. И поэтому сложнее как-то здесь передвигаться. Все осели в лесах. Продолжают фармить. Хороший артефакт есть у Роджера. Эншенты это всегда хорошо. Так, мы ванскор вместе с Гостиком. Пытается какой-то опыт получить. Игра успокоилась. Вот мы говорили о том, что первых 20 минут были прям люто бешеными. Сейчас игра успокоилась. Нави чуть-чуть, совсем немножечко преимущество себе заработали. Фэн. Фэн. Фэна не видно. Теперь видно. Да, и Фэн на один удар, но он блинкаут будет делать. Не успеет. И есть Юл. Юл, да. Есть Юл. И делает блинкаут. Не найдут. Кристаллайз ряда. Нашел. Ай-яй-яй-яй-яй. Фэна осталось просто дверной косяк. Очень мало здоровья, но он все-таки выживает. Повезло, повезло. Ух, конечно, момент ужесточайший сейчас был. Так, мейчапи очень много получает. Фарма, то он какие-то зафармит, то придут вот всякие. Всякие. Да, тут поотдают своих суммонов. Ну что, 21-13 счет в пользу Эмпайр. Казалось бы, все хорошо, но остановились имперцы. Или нави перестроили свою игру так, что по два, по одному их уже не ловят. Или просто Эмпайр не могут найти правильный вариант. Мипошка. Мипошка, Мипошка в смоке. Мипошка в смоке. Генерал палит в движоку. Генерал палит уже в движоку. Генерал облигнувался. Застрял, генерал. Застрял, его задумали там. Генерал там уже все. Халепа. А Санека дает все-таки Чинфрос. Дает Чинфрос неплохо. Генерал еще один ультимейт получает. Ничего не делается. Генерал из-то пошли на базу. Генерал из-то пошли на базу, но он убрет там на базе. нет смысла этого делать забрали так же ван скоро ну размен два в два пока и он не особо выгоден по моему для нави если не поймают еще кого-то например кристаллайза можно убить не видно его его просто не видно и убегает к сожалению убегает да кристаллайз идет дальше 10 варты вард есть но нечем догонять нечем догонять уходит веселая драка да конечно блинг генерала генерал просто зарунил сейчас себе и команде по сути драку могли выиграть все было неплохо не если бы здесь был этот ультимейт был бро пассивка работала то скорее всего драка закончилась бы в пользу команды нави но вот такой момент неприятный запрыгнул в лесу застрял и пожалуйста что ты еще скажешь да но теперь могут империя попушить что делает и фн ну мы увидели что нави легко в принципе брать маг демиджам но вот физикой убивать их сложно реально сложно под своя нам там очень много урона вывели как думать отлетел буквально там за пару секунд ничего не успел сделать да его даже рошан отлетает очень быстро ну и не успеет перца нельзя и фану прыгать нельзя умрешь очень быстро и фэн фэн прыгнул дал сайланс уходит уходит фэн или не уходит фэн фэн поставил ультимейт ну а толку ты же не украдешь аэгис там бкб кристаллайзо ну вот в итоге потратил фэн ультимейт тут пошел чейн фроз в чапи чапи почти убили ульта паришина не точно не уходит чапи уходит и по итогу драка закончилась ничем а гостик пушит ты посмотри че он творит и нужно вернуться нужно вернуться дэнди кто-нибудь вернитесь не там вернулся лич лича в принципе хватит отгоняет он гостика ну половины тавара уже нет до конец тавара и по итогу этой драки потрачено половое бкб и дэнди линка you но блин конец он блин конец а есть еще слой и блин хорошо ушел классный матч мы с вами наблюдаем реально вот для нас это сегодня уже мы комментируем какую же шестую карту и ну ничто даже в сравнении не идет вот с напряжением из движуха которые происходят здесь очень активно играют и те и другие но это классно это классно видно что команды настроены видно что весело все battle fury на во первых хороший артефакт на что пеньки можно рубить можно рубить людей дает демочи можно собственно со спрутов выходить без проблем там выходишь с прутов и вот этот постоянным карнавал выходят пеньки там еще что-то из лесу выходит doom закидывает всякие неприятности тут еще можно пофармить быстрее и конечно же на отпуш неплохой итем и вновь нас пауза но еще один такой вылет фуриона на нижнюю линию и это линия но будут контролить контролить сейчас нави я уверен да она ведь нужно как-то подконтроливать эту ситуацию с профетом а чего очень быстро разберется с этим так мы дэнди есть иегис по-прежнему кристалла из ультимейт нажимает fn blink out и кристалла из по итогу просто прожал gds fn убегает и фна здесь никак не поймать очень такие герои у команды empire мобильно убегающие нереально кристалла из у просто стать и вписать свой дэмэдж да все быстро бегают телепорты и визы всякие неприятно не 5 нужно ловить нужен контроль нужен контроль ну а контроль конкретно четкий толковый контроль есть только у этого парня сейчас сыром ну я и гисыр очень нужно что-то сделать побежали кабаны начнут бить сейчас т3 сюда же подтягивается лич поехали айс арморы больно больно в зданию надо империи что-то делать имперцы очень далеко сейчас все есть первый телепорт все еще она пытается сплететь нижнюю линию далеко находится вивер не очень далеко до вивер летит все вивер летит и гостик тоже скоро прилетит ну неплохо пока то вы подхарасили здесь роджер ну вот они драконы black dragon airlines прибыли на место можно забрать того урок там есть аегис да дэнди очень агрессивно работает просто там просто забрать там забрать там можно даже тавр на аэгис разменять если честно но лучше не спешить решает дэнди отпрыгивать еще раз можно так зайти плюс кабанами да и тавр упал далеко все хорошо тавр есть а теперь бараки теперь точно также бараки надо вытаскивать на себя какие-то ультимейты соперника пока у тебя есть этот самый аэгис нужно желательно его во что-то крутое реализовать включился бэкдор протекшн очень неприятно сбили полетели вот эти мини макропиры дэнди получает очков подфармить можно линка через три можно вернуться на хэграунд через две генерал запрыгнул так а линку чем сбили не увидел чем там сбили линку чапи генерал генерал может умереть генерал генерал сейчас умирает приморозили его генерал погибает ну и все надо уйти нави надо уйти нави без генерала дропнул он гем пытается забрать его санэйка и санэйка сейчас тоже умрет за этот гем ну лоу кристаллайзе за результата чапи вернулся чапи нарезает по нему чапи сбили линку дэнди убивает сформ на две части разделился этот файт роджер пытается тут и фэна зажать за и фэна будет погоня нет забили просто пушит ты посмотри что этот жук творит гостик гостик ну да гостик наказан наказан в конце концов за свои злодеяния по итогу там очень-очень битой прилетаешь забираешь здесь товар и внизу сразу можно идти подпушить ты знаешь как когда-то орал со сцены кибер арены мне санта чуть-чуть не считается и действительно чуть-чуть не считается надо бы его добить пока не добили по крайней мере нельзя бить шрайны а вот они вполне спокойно могут сейчас шрайны позабирать а кристаллайз это не видно кристаллайз это не видно поймали поймали тут чапи получает там чапи может умереть надо пробить кому-то шрайны не пропилишь лайм ухи-хи 2 к ура получается ультимейт и нет энди не получил генерал нарвался на ванскора нет смысла бить он уже все что надо в кастовала свое кристаллайз пытается остановить дэнди пошел за место the first коча перерется с генералом чапи пытается выиграть дэнди здесь же дэнди посидеть очень сильно станет метави тирк может умереть сейчас чапи чапи убивает 1 убивает 2 сам погибает в конце концов у дэнди сейчас появится у него все-таки было эггис а скушался генерал возвращается офин здесь же генерал делиться с Мимпошка только сейчас, Думка стоит, Мимпошка уже погиб, Дэнди делает даблкил и в Думе дерется. Три в два размен. Тут же, тут же еще, люди пришли, тут же еще, люди пришли. Дэнди тпшли домой, надо, надо как-то ему пожить еще чуть-чуть. Дэнди с тпшли, генерал за гостиком, пошел слоу по гостику, драконы наваливают, гостик проблемы. А почему? Куда же ты переключился? Забей, это же улетит, что происходит вообще? Тут пак где-то, тут где-то пак, вот он ушел, пак, Дэнди за ним! Юл, добить, добить! Ну все, это цель, это изи-таргет, хорошо. Вот это рубилище! Это просто безумие было. Я люблю такие рубилова. Генерал выживает, по итогу кушает сыр, возвращается в драку, и это очень-очень сильно помогло команде нави. Да! Если нави проиграли, посмотрите, что там делает Фурион? Пеньки, центр, бэкдор пытается пробить, но не хватает урона. Пеньки, к сожалению, не настолько сильны, чтобы пробивать бэкдор. Мой гостик по итогу имеет гем. И вот Роджер. Тут должны забирать барак. Ну надо выкупаться Фэну, но скорее всего нет смысла. Прыгнули, прыгнули, и Фэн, если сейчас не выкупится, игру можно проиграть. Ванскор едва живой. Генерал надо добивать, Ванскор, Ванскор лопнул. Ванскор не проблема, можно Ванскор отдавать. Продают линию, продают линию. Они в мид пойдут, они пойдут в мид сразу же, это будет вторая сторона. Глип заюзан, летит сюда уже Свэн. Свэн просто прыгает на голову Гостику по Т4, Гостик, проблемы, Гостик погибает. Байбек надо делать, делает Байбек Гостик, Дэнди бегает в Сайленсе. Все в Сайленсе, Дэнди может умереть. Есть Хила, Чена, у Мипошки огромный трап, 0-0, Дэнди просто по всем залетает. Есть еще минус, Дэнди тут же ТПшет домой. Кристаллайз пытается жить, отпрыгнул Кристаллайз. Боже, как эти драконы здесь мешают жить, нормально. Пошел дэмэж по табору, Фэн. Генерал пытается разобраться с Фэном, Дэнди уже здесь, Трэвелов прилетел. Как же классно сыграл Роджер, что вовремя минус ТПшет. Падает барак, и тем временем на мид линии забрали один барак, забрали второй. Дэнди цепляет Фэн, у Фэна проблемы кристаллайз. Если стан, зачем не будет проблем? Где он стан? Вот устанный Фэн после байбека, минус Фэн. 87 секунд без Фэна, третья сторона падает. Гуд гейм, well played, 1-0, Na'Vi. Блестящая игра. Вот такие можно смотреть и 57 раз на неделе. Отличная игра. Браво, Na'Vi. Ну и вот этот Свэн, который по началу игры спокойно фармил себе Дэнди, который тоже постоянно получал какую-то фарму, ходил на топ, убивал пеньков. И вот эти два персонажа вновь у Na'Vi отлично сыграли. Ну и, конечно же, Роджер. По итогу купил Аганим с этим Аганимом драконы, плюс постоянные телепорты тиммейтов на базу. Вот и заиграли. Отлично. Витя Фидер, на самом деле. Витя ошибался. Ну в каждой игре должен быть Фидер какой-то. В каждой игре должен быть Витя свой, да? Ну тут Витя действительно играл не так, как Витя играет обычно. Были ошибки. Ну Витю и пытались фокусить. Там Форион постоянно прилетал, три персонажа постоянно на топе. И при этом всем у тебя Свэн фармит, Дэнди тоже все хорошо. И это нормально. Ну на самом деле не самый крутой матч от Фэна получился. Чапи. Ну Чапи делал в принципе то, что должен делать, но в итоге получилось как-то, ну, не вносил нужного импакта. Все же не хватает. Вопрос по поводу Дума. Вопрос по поводу Дума, да, открыт. В очередной игре мы особо не замечаем Дума. Да, там был один файт, он нажимает Дум, Дэнди сразу пытается убежать. Это было неплохо, отзонил Дэнди. Но все. Один-два файта и больше Дума мы никак не видели. Да, это проблема. Ну что, 1-0 в пользу Na'Vi. Класснейший старт этой финальной серии. Даже добавить нечего. Хочется смотреть это еще и еще.